Каким должен быть идеальный завтрак? Что можно, а что не стоит есть и почему не стоит? Только давайте договоримся наперед, что по ходу моих тезисов, тех или иных, на экране вы будете видеть обложки тех видео, которые я советую вам посмотреть. Так как сейчас я буду касаться этих определенных тем, пусть и быстро и вскользь, но именно они смогут в полной мере раскрыть те тезисы, которые вы услышите от меня, скажем, о воде, кофе, сахаре и так далее. А ссылки на эти видео я оставлю вам под этим видео, которые вы и сможете посмотреть после и советую их конспектировать. Так как начать утро в плане питания? Никакого кофе. Просыпаться вы можете, а то некоторые говорят, не могу проснуться без кофе, да просто вы уже наркозависимы. А почему энергии утром нет? А это беда на самом деле и такого быть не должно. Смотрите мое видео об этом, почему нет энергии утром. А утро надо начинать разумно и именно со стакана двух теплой воды. Не пейте перед едой и не запивайте еду, ну если это конечно не сухари, не разбавляйте пашь желудочного сока, не снижайте защитные дезинфицирующие свойства желудка. Если же у вас камни в желчном пузыре, то первый стакан воды пейте с одной чайной ложки меда, только все-таки с высокодиастазным, полностью ферментированным медом. Лучше от диких пчел или с бортей, но лучше просто теплую до 50 градусов воду, идеально конечно с высоким содержанием молекулярного водорода. Если вы не хотите усталость на весь день, быть разбитым и мало работоспособным, ничего сладкого не ешьте. И помните, что после ночи желчный пузырь наполнен примерно 250-300 миллилитров желчи и его надо обязательно опустошить. А что расщепляет желчь? Жиры. Поэтому пища должна быть в идеале жирной и не только. Да, Суворов был прав, завтрак съешь сам, обед подели с товарищем, а ужин отдай врагу. То есть главный объем и главная калорийность пищи должна быть именно утром. Но утро это не значит, что как глаза открыли сразу есть, нет конечно. Есть надо через 2-3 часа после пробуждения. Вставать полезно в 4-6 утра, не позднее. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. Бездельничать, лентяйничать вредно и для здоровья, и для саморазвития, и для самоконтроля. Если вы не будете завтракать, сильно будете хотеть есть вечером. И вот эти причины ночных жоров, помимо излишних сахаров питания, инсулинорезистентности, именно в том, что кто-то либо пропускает завтраки, либо ест на завтраке что-то сладкое и вредное. Ну плюс, конечно, перекусы этому способствуют, так как развивается инсулинорезистентность. Но есть вечером плохо, так как вредно. Интервальное питание – основа здоровья. Утром же максимально эффективно работают и поджелудочные железа, и печень, и почки, все органы. Минимум калорий пойдет на жир, если вы будете активны днем. Усталость утром и в течение дня – это ненормально. Как быть? Видео у меня об этом было оставлено. Итак, пример того, что можно есть. Ну, тут две категории, скажем, людей. Или вы веган, или веган сыроед, или вы питаетесь, что называется обычно, условно назовем традиционно. Если вы веган, идеальный вариант – овсяная, но не каша, а овсяные цельные зерна, глазерного овса, запаренные горячей водой в термосе. Вот именно так, как я рассказывал в одноименном своем видео. Там я поясняю, почему, что она даст, как запаривать, почему это сверхвысокобелковый продукт. А об этом мало кто знает и догадывается. Ну, посмотрите. Ни в коем случае не каши. Все эти слущенные и сушеные каши уже термообработаны. Там нет ничего практически полезного, а вред очень большой. Можете добавить в кашу или разбавить в воде и запить еще конопляным протеином, либо протеином 4 в 1. Никаких фруктовых соков, если вы не хотите быстро развить инсулинорезистентность и сахарного диабета 2 типа. Это вредная привычка. Все эти фруктовые соки. Естественно, речь идет и о свежевыжатых. Ведь там много сахара, фруктозы. Не ешьте несовместимые продукты. Чечевицу, горох. Бобовые можно есть утром. Только не пишите глупости про больные ассоциации, скажем, гороха и бобовых вообще с нарушением пищеварения, со всеми вытекающими, так сказать, из этого процессами. Эти проблемы не от гороха и бобовых, а от несовместимости пищи. Ведь вы же любите, наверное, не только горох, а, как говорится, первый, второй, третий компот, условно говоря. Или чем-нибудь заесть сладеньким или булочкой. Ну так вот и получите это несварение со всеми вытекающими. Никаких булочек и быстрых углеводов, запомните это. А вот больше зелени, салатов, с маслом, никаких проблем с льняным, органовым, кунжутным конопляном. Это идеальные варианты. Можно оливковым, конечно. И чесноком, так как это лучшее желчегонное, что и требуется. Если вы на сыроедении, то овес, естественно, не запаривать, а проращивать и есть. Тогда салаты обязательно, ну желательно, с авокадо. Съешьте обязательно орехов, ну или кедровых, или обычную лещину, то есть, которую культурную называют фундуком, или пекан, ну и прочее. Не запивайте еду ни в коем случае. Не разбавляйте желудочный сок. А вот какао, кстати, можно, но чистый какао с кокосовым, скажем, маслом. Вместо сахара и иных подсластителей. Такой завтрак будет ближе всего к здоровому кетопитанию. Спирулину и хлорелу, как концентраты белка, витаминов, жирных кислот и других важных нутриентов, очень рекомендую употреблять после еды. Ну а если вы не веган, то утром идеально будет яйца, яичницу, но только так тогда жарьте, чтобы желтки не сварились густо. Итак, яйца. До трех-четырех, даже пяти. Никаких проблем нет, если вы не будете с ними потреблять сладости. Итак, яйца, но не мясо, не другие высокомолекулярные белки. И, конечно, без хлеба. А вот с авокадо, салатами, зеленью обязательно как можно больше. Зелень, укроп, петрушка, кинза. Потом принять спирулину, хлорелу. Ну и все то же самое, о чем я только что рассказывал, говоря о завтраке веганам. Еще я рекомендую до каждого приема пищи, прямо минут за 5-6 до приема еды, потреблять яблочный натуральный гостовский уксус по одной столовой ложке, можно даже по две, на одну треть, одну, вторую стакана теплой воды. Это повысит кислотность, то есть по желудочного сока, что важно и хорошо для правильного пищеварения, для расщепления белков, для предотвращения попадания в организм через пищу с едой вирусов, грибков, бактерий. А если у вас повышен сахар, то обязательно пейте стакан теплой воды с двумя ложками яблочного уксуса на ночь. И тогда к утру сахар будет ниже, чем тогда, когда вы бы ничего не ели или тем более что-то бы съели на ночь. И тогда у вас сахар будет утром ниже, чем если бы вы не пили, при равных прочих, яблочный уксус вечером. Но это легко проверить. Если же у вас повышена мочевая кислота, есть подагра или склонность к этому, то на ночь надо пить растворенную в воде соду. Как, в каком количестве и какую, я пояснял в своем видео о подагре. Это идеально. Но если вы хотите что-то более привычное и вредное, или будете есть и так вредное, на все плюнете, то хотя бы тогда уменьшите этот вред. Ведь это пойдет на пользу на уменьшение вреда. То есть ешьте не вареные, жареные, уже переработанные продукты, а тогда хотя бы не такие вредные в этом смысле, кто-то бы сказал полезные, просто я здесь очень жестко подхожу к оценкам. Так вот, мы производим такие гранолы. То есть уникальные завтраки из пророщенных злаков, у которых нет, или мало глютена, лектинов, сахаров. Это сыроедные веганские продукты, вкусные, вкуснее, чем вот эти химические поганые, которые я не советую есть никогда и никому. Есть у нас и сыроедные каши, и супы, и порошок для котлет из гороха с добавлением амаранта, высокобелковые и с низкими сахарами. В этом смысле полезные продукты живые, то есть с полным составом витаминов и минералов, которые содержатся в этих цельных продуктах. Так как эти продукты не подвергались высокой термообработке, и соответственно все нутриенты остались живые, а не убитые варкой и жаркой. Помните, что тот же витамин С разрушается при 70-80 градусах, а почти все ферменты разрушаются при плюс 45-50. А все наши гранолы, каши, супы не надо кипятить, залейте просто их температурой плюс 50-60 градусов, размешайте, дайте настояться несколько минут, и все готово. Есть у нас и натуральные кисели, и другие продукты, ссылки на них я обязательно вам оставлю под этим видео, как и ссылки на видео, как и по моим тезисам, с чего видео я начал. Ну а теперь досмотрите еще две минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте nadgard.ru не покупал, и те люди, кто смотрят это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.